Но разве не правда, что меньше знаешь, лучше спишь? Если я попал в ловушку, может быть, лучше ничего не знать и верить, что алкоголь помогает мне расслабиться, придает мужество и уверенности? Если кто-то начинает предложение с фразы «Не хочу показаться грубым, но…» можете быть уверены в одном – вам собираются нагрубить. Таким же образом мы используем клише «Меньше знаешь, лучше спишь» только в случаях, когда оно неприменимо. При наличии очень серьезной и неразрешимой проблемы о ней действительно лучше ничего не знать. Но если ваш сотрудник систематически обкрадывает вас, не лучше ли быть в курсе происходящего? Алкоголь методично ворует ваши деньги, здоровье, волю, уверенность в себе с самого первого мгновения, когда вы угодили в западню. Если бы с этим ничего нельзя было поделать, конечно, лучше тогда пребывать в неведении. Но замечательная истина заключается в том, что вы не только можете что-то сделать, но уже и готовы что-то сделать. Вы должны понимать, что я ничего не отнимаю вас. Алкоголь не дал вам ничего полезного, вам это только казалось, но даже это не совсем так. Наверное, вы обратили внимание, что я не говорил «я собираюсь устранить причины вашего пьянства», а сказал «я собираюсь устранить отговорки, которые вы выдумали для оправдания пьянства». Все наркозависимые люди придумывают такие отговорки. Без наркотика они чувствуют себя несчастными, но не могут понять, почему. Вот и изобретают разные оправдания, чтобы объяснить свое поведение. Таким образом, они пытаются не выглядеть идиотами в глазах окружающих и своих собственных. В принципе, вам даже не нужно ничего выдумывать, вы просто повторяете банальности, которыми воспичкали с детства. Классическое признание «я курю, потому что наслаждаюсь вкусом». Разве курильщики едят сигареты? Причем здесь вкус? Совершенно ни при чем. Но мы так часто слышим эту фразу, что и курильщики, и некурящие действительно верят в это. А верят ли? Приближаясь к дну ямы, курильщик признает, что причины курения на самом деле были просто оправданием. Если он не может бросить или сократить количество сигарет, оправдания чудесным образом снова превращаются в причины. Это еще один важный аспект зависимости, о котором нужно знать. Все потребители наркотиков стараются подсластить пилюлю, представляя привычку в розовом свете. Давайте не будем смягчать положение. Все наркозависимые лгут. Не только другим, но и себе. Это не значит, что они несчастные люди. Они делают это для самозащиты. Типичное проявление синдрома «меньше знаешь, лучше спишь». На ранних стадиях, когда нет необходимости контролировать потребление спиртного, они стремятся подсластить пилюлю. Зачем им это нужно, если они не проявляют желание сдерживать тягу к алкоголю? Все зависимые от наркотиков люди подсознательно чувствуют, что нет смысла лгать самим себе, но со временем я объясню, что алкогольная западня устроена таким образом, что заставляет человека как можно дольше откладывать решение проблемы. На хронической стадии жертва уверена, что проблема неразрешима, поэтому ей ничего не остается, кроме как подслащивать свою горькую пилюлю. К счастью, вы можете и будете контролировать употребление алкоголя, но для этого нужно перестать обманывать самого себя. Это часть процесса раскрепощения сознания и одна из причин, почему это трудно сделать. Но при любых обстоятельствах вы можете продолжать обманывать остальных, если вам это нужно. Скоро вам этого не потребуется. Напротив, вам будет трудно устоять, чтобы не просветить других пьяниц. Полезно более внимательно присмотреться к ним и научиться определять момент, когда они начинают приукрашивать действительность. Наверное, нет более действенного средства помощи самому себе, чем наблюдение за другими пьяницами и попытка их понять. Предположим, вы выписали все негативные стороны пьянства на одной стороне листа и все позитивные на другой. Если я смогу методично доказывать, что каждое положительное свойство имеет прямо противоположный эффект воздействия, вы решитесь бросить или сократить потребление алкоголя? Если вы все еще колеблитесь с ответом, еще раз перечитайте начало этой главы. Если бы люди могли видеть истинную суть алкоголя, ни один человек, даже самый полный идиот на свете, не выпил бы ни капли. Но всерьез ли я утверждаю, что алкоголь не помогает расслабиться, не придает сил и уверенности, не спасает от скуки и стресса? Неужели я действительно считаю, что алкоголь не утоляет жажды и не является необходимой составляющей любого общего праздника? Да, я так считаю. Алкоголь обладает рядом неприятных и нежелательных эффектов. Два из них создают иллюзию определенных преимуществ, хотя в реальности все наоборот. Первый эффект заключается в том, что алкоголь не только не утоляет жажды, а, напротив, алкоголь обезвоживает организм. Если не верите, можете спросить у врача. Но в этом нет необходимости. Скорее всего, вы уже не раз слышали такое утверждение. Но даже если это для вас новость, данный факт легко проверить, как и любое другое заблуждение, которое я собираюсь развеять. Продолжение следует...